Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это пилотный выпуск по экспериментам в PS21. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск про вгиевых пенальти, поэтому обязательно посмотрите, оцените. Ролик есть по ссылочке в описании, поэтому жду вашу поддержку. И также, кто любит игровые прохождения на ютубе, летсплеи, у меня есть второй игровой канал, поэтому ссылочка на него тоже есть в описании под этим роликом, поэтому жду вас на втором канале. Ну что же, мы сегодня начинаем. На стриме мне предложили сделать эксперимент в PS21. Я согласился, потому что это интересно, и мне самому было это смотреть на многих ютуб-каналах, кто делал там эксперименты в FIFA, в Football Manager, также и в PSI делали. Ну вот, я решил сам лично это сделать, поэтому у кого есть новые идеи, обязательно пишите в комментариях. Ну вот, парочку мне накидали мои подписчики, поэтому давайте мы сегодня с вами сделаем три вот таких вот эксперимента. Начнем мы с первого, и это футбольный клуб Тамбов. Почему я взял именно этот клуб, они занимаются сейчас 16-ю строчку в чемпионате России, и пришел в клуб, нет, не Хосе Багвардиола, как вы могли заметить, а сам Леонеля Месси. Леонель Месси в футбольном клубе Тамбов, давайте посмотрим, что будет с Тамбовым через сезон. Если все будет успешно, мы продолжим дальше, посмотрим, что отсюда будет зависеть. Я не знаю, стоит ли какие-то трансеры мне проворачивать, мне кажется, нет. Давайте мы просто просимулируем сезон, посмотрим, что из этого выйдет, и дальше уже более-менее мы посмотрим. Ну что же, давайте перед началом тоже, раз мы все-таки этот эксперимент посвящаем чисто Леонель Месси, пробежимся по его контракту, можно так сказать. Сейчас у него рыночная стоимость 100 миллионов, у нас с ним контракт на 3 года, как вы видите, истекает через 3 года. Компенсация за переход у него отсутствует, 21 миллион он получает у нас годовой зарплаты, хотя у нас зарплатный бюджет 838 тысяч, но не суть. Вот, здесь мы с вами можем посмотреть, сколько у него будет сыграно матчей, он в стартовом составе у нас капитан, ну и также вот статы тоже немножко так пробежимся, ну и как вы видите, понижаться у него будет рейтинг, сказали, ну примерно так к 35 годам у него будет, я так понимаю, 93 рейтинг. Ну что же, начнем симулировать, через полгода мы уже посмотрим такие мимолетные итоги. Так, ну что же, у нас закончилось полсезона, я прям именно отсчитал, чтобы у нас было 15 матчей сыграно, вот, после 15 матчей, после первой половины этого сезона, Тамбов идет, на мое удивление, на третьей строчке. Все-таки один игрок все-таки что-то да и решает. Даже после того, как мы тренируем Тамбов, нам приходили предложения от Зенита, Бока Хуниверса, Селтика и от Краснодара, даже который сейчас занимает первую строчку, чтобы мы стали их тренерами. Вот, Лионель Месси выглядит, ну наша команда именно вот так выглядит, давайте зайдем, посмотрим, что изменилось вообще у Лионеля Месси, как он сейчас себя показывает, тут получает предложения всякие от Боруси Мюнхен-Гладбаха, все так же у него рыночная стоимость 100 миллионов, контракт, все нормально, годовая зарплата, 16 матчей из 16, потому что мы еще сыграли в Кубке, правда, вылетели на первой же стадии, вот, у него 13 забитых мячей и 3 голевые передачи, то есть 13 плюс 3, он практически участвует в каждом матче, отличается результативным действием. По статам я не могу здесь ничего посмотреть, вроде как, ну, если смотреть с другими, тут минусики-плюсики, ничего не написано, как-то так. Вот, кстати, фактически прогресс, нам говорят, что он вроде как и до 36 отыграет, примерно на 93 уровне, вот, рейтинге, как-то так. Поэтому вот, покажу сейчас базу данных, чемпионат России, вот, например, таблица голов. Лионель Месси, у нас лучше бомбардир, 13 забитых мячей, что по голевым передачам, еще и на девятой строчке в ассистентской гонке. Ну, у нас, кстати, вот Цилу Перко, наверное, на Месси все эти 8 голевых передач отдал, ну, а вот в Кубке России мы вылетели на первой же стадии, Краснодару проиграли 1-0. То есть Месси еще и успел вроде как, ну, нам здесь уже не покажет, но забил, я так понимаю, ворота Краснодара. Хотя 1-0 же проиграли, когда-то он успел забить еще один мяч. Так что все, теперь мы встретимся уже только в конце сезона, также смотрите, как у нас растут подписчики у футбольного клуба Тамбов. Все, встречаемся уже в конце этого сезона. Так, закончился у нас сезон, как вы видите, 13 июня 2021 года, и не зря я нашел сначала сюда, чтобы вам было более интересно посмотреть, на какой строчке мы закончили. Ну, а давайте сначала посмотрим, как закончил этот сезон Лионель Месси. Отыграл 31 матч из 31, как вы понимаете, 30 в чемпионате и 1 в Кубке России. И забил 24 мяча, именно все в чемпионате России. Давайте мы посмотрим, естественно, чуть попозже, стал ли он лучшим бомбардиром. Скорее всего, 4 голевые передачи, слабенько, конечно. Мне кажется, в Ла Лиге он бы больше выдавал, но, скорее всего, просто не нашел такого игрока в Тамбове, кому можно было больше 4 передач отдать. Вот так вот у нас вроде даже, ну, здесь у нас все так же, как и было в той половине сезона, в середине. Вот, поэтому давайте посмотрим, мы заняли третью строчку. Мы заняли третью строчку, бронзовую медаль мы получили. Но не сказать, что прям сильно, что-то мы прям здесь в отрыв пошли. Просто вы посмотрите, Локомотив, один матч всего лишь проиграл в сезоне. Один матч. Вот, Спартак вообще на девятой строчке. Ну, как бы тоже неудительно, в прошлом году восьмую заняли. Но, как вы понимаете, один игрок может что-то зарешать в ПЭС. Тем более, Леонель Месси это лицо про эволюцион сокера, 21-1 из лиц. Как бы так. Ну, и давайте сейчас посмотрим. Вроде как мы попали с Тамбовым в Ливу Европы на следующий сезон. Но, в любом случае, Месси стал лучшим моббардиром. Даже Тиль один с мячей наколотил, поэтому я даже не знаю. Вот. Ну, лучшим ассистентом стал Джуи Перко. Все так же у него 12 ассистов. Индивидуальные титулы. Чорлука, кстати, игрок сезона. Потому что он все-таки лучший, наверное, из Локомотива по рейтингу. Месси получает золотую бутсу. И, то есть, если мы бы выиграли чемпионат, у нас были бы здесь все абсолютно. Ну, вот Николич и Чорлука из-за того, что просто Локомотив выиграл чемпионат. Кубок выиграл у нас здесь, я так понимаю, Спартак. Вон по пенальти они немножко так подсвечены. Ну, и все. Я не знаю, стоит ли нам делать еще один сезон. Но, как вы понимаете, Месси становится лучшим моббардиром. Даже в Тамбове занимаем благодаря голам Месси. Ну, вот смотрите, он забил, сколько там? 24 мяча. А мы всего забили, ну, кстати, 46, 24, 22 мяча забили остальные игроки. Вот, Месси поучаствовал в 28 галах из 46. В любом случае, ну, это неплохой сезон, но я не вижу почему-то смысла дальше продолжать. Поэтому мы переходим к следующему эксперименту. Итак, второй у нас эксперимент – это создать футболиста с самыми низкими показателями. Не получилось у нас сделать футболиста с рейтингом 0, потому что самые минимальные – это способности по 40. Вот, где-то единичка, вот, частота слабой ноги и так далее, вот. Нам 15 лет, рост 180, это 2,75. Здесь, я не знаю, мы даже несколько, наверное, сезонов отыграем. Посмотрим на продуктивность такого футболиста, засунем его куда-нибудь. Ну, кстати, вот, наверное, давайте подходящую позицию. Только вот я сделаю, что на А, центральный нападающий все-таки у нас, чтобы хотя бы на ней, если что, его бы могли выпускать. Поэтому все, мы создаем этого игрока. И сейчас перенесем его в другую какую-нибудь команду. Итак, создаю я карьеру за игрока. Чистоту трансеров я здесь поставлю, пожалуй, высокую. Добавил я нашего игрока в «Зенит». Продолжим все также эксперименты в сегодняшнем выпуске в чемпионате России. Ну и добавил в свой любимый клуб и в лучший клуб страны. Поэтому начнем именно за него. Ну и также выставил нашему игроку нацию Франция, чтобы был он у нас французом и играл за одну из лучших сборных мира. Итак, Андрей играет за команду «Зенит». Теперь его карьера в ваших руках. Ну что же, начнем быстренько за него карьеру. Также вот просимулируем. Вроде как, когда мы симулируем, если мы в старте, то нам это все-таки засчитывает за статистику. Так что посмотрим. Итак, первая половина сезона за нашего игрока и в чемпионате России закончилась. Дождался я, когда 15 матчей «Зенит» играет в чемпионате России. Мы на первой строчке, но мы не сыграли даже ни выше, ни в одном матче. Часто мы даже в Лигу чемпионов нас брали в заявку и в чемпионат России, но нас просто не выпускали. Также давайте сейчас глянем, что там по Лиге чемпионов. Как я видел, «Зенит» вылетел из групповой стадии, занял четвертую строчку, даже в Лигу Европу не попал. Ну и сейчас посмотрим Кубок России, если это кому-то будет, конечно, интересно. Зенит 4-2 прошел «Ротор» и встретится в четвертьфинале против московского «Динамо». Также за все это время нам где-то в октябре даже пришло предложение. Я бы, скорее всего, сейчас принял, чтобы мы полностью смогли удостоверить, что раз в «Зените» мы не получаем практику, давайте перейдем в команду «Нан-Си». Она играет вроде как во второй французской лиге. Давайте сейчас тоже это глянем. Да, вот, занимает 13-ю строчку в Лиге 2. Давайте перейдем в «Нан-Си», почему бы и нет. Посмотрим, в любом случае, будет ли что-то у нас изменяться. По крайней мере, не выходя даже ни в одном матче за «Зенит», у нас прокачивается что-то. Либо, видите, 42-41, хотя все статы были по 40. Вот. Как-то так. Здесь у нас вообще полоска просто сплошняком по 40 идет. Я думаю, что если мы перейдем в «Нан-Си», нам это хоть как-то будет лучше. Что у них по форвардам? У них 69 есть, Берон, именно чисто центральный форвард. Потом старый нападающий есть еще 67-й, 64-й. Ну, то есть, вряд ли мы вообще здесь даже практику будем получать. Но они сами нам отправили это предложение, поэтому мы перейдем в «Нан-Си», вернемся к себе на родину. Вот «Зенит» еще и «Ахмат» 3-1 побеждает. Поэтому как-то так. Ни в одном матче мы, к сожалению, за «Зенит» не сыграли. Но теперь перейдем в чемпионат Франции и там посмотрим, что у нас изменится. Ну и вот он мой переход в «Нан-Си». В замечательную французскую команду, которая в меня поверила. Посмотрим, как у нас получится или нет заиграть. Ну, в любом случае, мы не знаю, до какого момента мы с вами просимулируем это. Ну вот, на седьмом небе отраза, что подписал контракт с клубом «Нан-Си». Да, во второй лиге Франции сейчас будем играть с рейтингом 40. В состав мы не включены. Ну, просто давайте посмотрим, раз клуб нами заинтересовался, пусть выпускают тогда, но все-таки перешли. Также будем дальше, если не будут нас выпускать, принимать следующие предложения других клубов. Так что будем отсюда смотреть. Но, в любом случае, мы эти полгода отыграем в «Нан-Си». Итак, закончился у нас сезон. Уже даже в «Нан-Си», «Нан-Си» заняли 12-ю строчку. И чтобы вы могли подумать, пишут, да, молодой игрок Андрей, восходящая звезда. Но нифига, ни одного матча мы так и не сыграли даже за «Нан-Си». Что вот здесь? Здесь у нас все так же, она стабильно 40. Здесь у нас так же примерно. Я не знаю, на самом деле, если бы мы поставили с вами рейтинг 60, то уже бы за сезон мы бы что-нибудь показали. Даже бы в «Зените», мне кажется, нас бы выпускали. Так что давайте, если второй выпуск у нас все-таки будет, мы попробуем не 40, а 60 все статы проставить. И тогда посмотрим, как у нас что там сложится. Ну, вот такой вот эксперимент у нас получился. Игрок с рейтингом 40 не будет вообще никак продвигаться. Он статы, конечно же, качал непонятно как, наверное, на всяких своих вот этих тренировках. Но ни одного матча он за сезон не отыграл. Ну что же, третий эксперимент тоже связан с нашим же этим игроком. Ему 15 лет, теперь он со 109 рейтингами. Ему все статы 99 сделал, там везде по максималочке. И добавил его в команду «Ним». Почему именно «Ним»? Потому что мы играли за «Нан-Си» во французском чемпионате, правда, во второй лиге. На данный момент «Ним» занимает самую последнюю строчку в чемпионате Франции. Поэтому я решил добавить нашего игрока сюда. И посмотрим, как он отыграет за самую худшую команду в лиге. Именно во французской все-таки раз. По прошлому эксперименту мы с вами попали в чемпионат Франции. Все-таки в страну Францию. Поэтому давайте начнем третий эксперимент. Именно здесь посмотрим, сможет ли наш футболист, ну, стать лучшим аббардером. Он, конечно же, наверное, сможет. Взять первое место, например, с команды сможет он или нет. И будем ли мы вообще выходить на поле. Итак, закончилась половина сезона. Как вы могли видеть, мы получили золотой мяч. То есть здесь нет никакой логики. Просто какой-то 15-летний, ну, уже 16-летний паренек. Вот наша статистика. За 17 матчей 9 голов, 3 голевые передачи. За сборную мы даже там забивали. Ну, вот просто 15-летний паренек, у которого рейтинг 109, сразу же почему-то дают золотой мяч. То есть здесь какой-то логики нет. Также могу уже на половине сезона сказать, что тоже логики нет. Один игрок прям не тянет. Да, это Месси, и был он в Тамбове. Но здесь как бы разный уровень, как по мне. Тамбова и Ницца. Но все равно, ой, это не Ницца, Нима. Вот. Мы занимаем 14-ю строчку. Мне кажется, не суть. Мы бы так и могли бы тоже занимать без нашего вот этого вот игрока со 109 рейтингом. Естественно, я досимулирую сезон. Посмотрим, сколько мы вообще забьем. И в сборную, мне кажется, вот этого турнира мы точно попадем. Ну что же, закончился у нас сезон. Сейчас у нас там какие-то квалификационные матчи за сборную Франции. Кстати, вот вам статистика. 8 матчей за сборную Франции, 7 забитых мячей. Мы заняли с вами 11-ю строчку из 20-ти. Поэтому, я не знаю, ну как бы это нормальный такой результат, средненький. Забили 32 мяча, причем не так уж и много. Давайте, мы не попали, кстати, даже в сборную сезона. Там символическую сборную. Как-то так. Заходим в чемпионат Франции. Рейтинг голов, кому интересно. Мы на 9-й строчке. У нас 14 забитых мячей. На 1-й строчке Бен Едер из Монако. Голевые передачи мы здесь, кстати, даже и не в сильном таком топе. Больше, скажу, нас вообще здесь нет. Что еще? Индивидуальные титулы. Надеюсь, понятно. Мбаппе Бен Едер Луза. Потому что Мбаппе выиграл чемпионат Франции. Вот сборная сезона. Как-то так она выглядит. В Кубке Франции мы, кстати, дошли до полфинала. В полфинале проиграли со счетом 1-0 уже действующим обладателем Кубка Франции. Как-то так. Поэтому я не знаю, что можно сказать про это. Мы сравнили в сегодняшнем выпуске с вами трех футболистов. Одного действующего в ужасном клубе чемпионата России. Второго с рейтингом 40. Но надо будет еще попробовать с рейтингом хотя бы там 60-65 где-то так. И игрока с рейтингом 109. Но я не знаю, если бы мы перешли в какую-нибудь другую команду. Может быть что-нибудь бы да и было. Список предложений, кстати. Нам ним предлагает продлить контракт, я так понимаю. Но не суть. Как-то так. Поэтому, ребят, пишите обязательно ваши идеи для того, чтобы я взял для экспериментов. Поддерживайте этот ролик лайком, чтобы я увидел ваш фидбэк. Ну а с вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok